И начинаем выпуск с происшествия. Крупная коммунальная авария сегодня оставила без тепла 20 тысяч жителей Красноярска. На улице Дубровинского в районе коммунального моста, прямо на проезжей части, прорвало трубопровод. Аварию ликвидировали более 9 часов. На месте организовали оперативный штаб. За ходом ремонта следили чиновники и спасатели. С места события наш репортаж Виктория Лопатайте. Отойдите от грамм! Тяжелой техникой рабочие пытаются добраться до места порыва. Труба на Дубровинского лопнула в 4 утра. Тогда же на место выехали первые оперативные бригады. Изначально аварию обещали устранить к полудню, но ремонт затянулся. Причина, по которой случилась авария, банальна. Трубопровод 91-го года выпуска, как говорится. И, соответственно, сети у нас сегодня не совсем новые. Поэтому специалисты проведут расследование. И будет известна причина. Ну, предварительно коррозия все-таки была трубопровода. Трубы хоть и регулярно обследуются, но без форс-мажоров все равно не обходятся. На то, чтобы залатать все дыры и заменить коммуникации, в городе нет средств. И теперь самое главное быстро устранить аварию. На месте сразу организовали оперативный штаб, спасатели, чиновники, депутаты и ремонтные бригады. Одни пытаются устранить порыв, другие контролируют, чтобы эта ситуация не вывела из строя работу всей теплосистемы. Работают на месте и сотрудники ГИБДД. Они сейчас регулируют движение. Из-за порыва перекрыли одну полосу движения, и водители вынуждены объезжать это место. И, как следствие, образовалась огромная пробка, которая длится буквально от культурно-исторического центра. Из-за аварии сегодня без тепла остались 128 домов. Кроме того, отопление перекрыли и в несколько социально важных объектах центрального района. Детский сад, школа и больница. Мы узнали, как стоят дела в детском саду. В службе 205 нам пояснили, горячая вода есть, а отопления нет. Но к 4 часам все устранят. За детей можно не переживать. Сегодня работают по теплу. До 16 часов должны там устранить все. И в принципе должно появиться. Там отопления нет. Сам порыв устранили ближе к 2 часам. Осталось только привести в порядок перекопанную дорогу. Всего без отопления жители центрального района просидели почти 9 часов. Однако в теплотранспортной компании успокаивают. И взрослые, и дети холода не почувствовали. Батареи сильно остыть не успели. Вода и в тепловой сети, и во внутридомовых системах просто не успела остыть. И сейчас опять уже восстановилось отопление. Соответственно, уже опять горячая вода курсирует по сетям. И там, где незначительное остывание, может быть, произошло, оно было несущественно. При этом из строя городские трубы выходят с завидной регулярностью. Не прошло и месяца, как на Ленинградской не выдержала запорная арматура. Хотели потушить пожар, увеличили давление. В итоге коммуникации дали течь. Данные аварии сейчас показывают, в каком состоянии находятся у нас сегодня теплотрассы. В каком состоянии находятся трубы и все инженерные сооружения. Поэтому, конечно, нужно подходить к этому делу очень серьезно. Нужно изыскивать деньги. И все это ремонтировать. Делать все необходимые работы вовремя. Потому что, если мы не будем ничего предпринимать, то через какое-то время вот такие аварии стали у нас ежедневными. Все прекрасно понимают, что с изношенными трубами хорошее хозяйство не построишь. Но и отремонтировать их – неминутное дело. Если уж надеяться на надежность не приходится, то остается только уповать на скорость ремонтных бригад. Виктория Лопатайте, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости. Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости.